Итак, дорогие друзья, всем доброе утро! Доброе утро! Мы продолжаем нашу роти Торы. В этот раз уже из Иерусалима, наконец-то. Слава Богу, из Иерусалима. И мы продолжаем изучать книгу. Две книги Хафец Хайма мы продолжаем изучать. Мы сейчас изучаем две книги Великого Мудреца, которого назвали Хафец Хаим. И первая книга называется Шмират Алашон, то есть как сохранять свой язык, свою речь. Вторая книга называется Сефер Амитсвот Акацар. Краткая книга заповедей. И мы сейчас, давайте сразу начинаем, сразу начинаем книга, которая называется Береди свою речь. Ее написал Рафзелик Плистин по, как бы, это современное изложение, современное изложение законов, которые до этого сформулировал Хафец Хаим. Итак, значит, шестое, шестое, шестой пункт. Говорит нам Рафзелик Плистин, что нельзя сообщать о том, что человек нарушает заповеди, если о его действиях можно судить с хорошей стороны. То есть вот кто-то, по вашему мнению, нарушает какую-то заповедь, да? Вот вы увидели, что, значит, возьмем кто-то в шаббат, например, нарушает шаббат. Вот он идет по улице с телефоном, да? Что можно подумать? Можно подумать, что он нарушает шаббат, а можно подумать, что он звонит в больницу, например. Можно подумать? Можно, конечно, подумать, что он не знает, что сегодня шаббат, да? Как в известном анекдоте, когда, значит, один такой религиозный человек нашел в субботу, такая лежит на земле, пачка денег. А нельзя в субботу брать деньги. То есть мудрецы запретили, это мукция. Мукция – это вещь, запрещенная к использованию в шаббат. Так как в шаббат нельзя покупать, то нельзя трогать деньги. И он стоит и в виде такой ситуации лежит на земле, пачка денег. А там может быть еще один запрет. Если дело происходит в городе, в котором нет Ирува, то Ирува – это такой город полностью огорожен, как забором, да? Что это единый двор. Если это происходит в другом городе, то нельзя переносить еще в шаббат вещи, нельзя переносить. Представляете? И вот он идет, религиозный такой еврей, в шаббат. И он идет, смотрит, лежит пачка денег. А ее нельзя поднять, и нельзя ее даже дотрадиваться. И носить ее нельзя. И он потом рассказывает друзьям. Он говорит, я стою и думаю, ну вот, Господи, такое чудо, да, что я нашел эти деньги. И мне как раз эти деньги нужны. Наверное, мне Всевышний посылает эти деньги. Но сегодня суббота, и мне нельзя их носить. И он другу рассказывает. Ты знаешь, я начал молиться, говорит, я начал так молиться. Всевышний, сделай для меня какое-то чудо. Мне нужно какое-то решение. Какое-то мне нужно решение этой вот сложной проблемы. И говорит другу, открываю глаза, и вижу, Бог сделал для меня чудо. Вот для всех суббота, а для меня четверг. Это такая шутка, это шутка, да. Но, когда мы видим, как кто-то нарушает какую-то из заповедей, то, возможно, мы должны так думать, он не понимает тяжести своего нарушения. Есть такой закон, он сформулирован в Пертьевод, что Не суди своего ближнего, пока ты не попадешь на его место. То есть, ты на его месте, возможно, ты сделал бы и так же, и еще хуже. Он, возможно, не знает. То есть, мы должны судить о человеке, соблюдающем заповеди, исключительно с оправдывающей точки зрения. Теперь, значит, А что дальше-то делать? Вот, например, Вот здесь он приводит такой пример, автор этой книги, да. Например, Шейна Фридман, так он пишет, Соблюдает заповеди, но одевается недостаточно скромно. Если кто-нибудь объяснит Шейне, что скромность в одежде не просто похвальна, но является обязательным элементом жизни по Торе, то она будет одеваться по-другому. Ее подруге Поле Сбарской запрещено унижать Шейну, рассказывая другим о том, что она одевается нескромно. Поле достигнет большего, если поговорит с Шейной лично. То есть, если кто-то, по вашему мнению, нарушает заповеди, то нельзя об этом рассказывать другим людям. А что нужно сделать? Пойти к нему и попробовать с ним мягко поговорить о том, что он, возможно, не знает, или он, а может, и вы не знаете. Знаете, было много случаев, когда люди делали другим замечания, а оказывалось, что, ну, они просто не знали хорошо закона, им казалось, что другой нарушает. А если бы они рассказали всем остальным, вот этот человек нарушает заповеди и так далее, то что бы оказалось, что они просто испортили репутацию честному человеку по ошибке, представляете? Теперь, значит, или, например, он приводит пример другого. Господин Бердер соблюдает законы субботы, но поскольку он никогда серьезно не учился в учебных заведениях еврейской системы образования, он не знаком со многими тонкими деталями субботних запретов. Его знакомый, господин Нойман, замечает, что Бердер нарушил в какой-то детали святость субботы. Ему запрещено рассказывать об этом окружающим. Вместо этого Нойману следует тактично поговорить с Бердером, показав, как надо правильно соблюдать субботу. Это очень часто происходит, когда начинают соблюдать заповеди. И вот в первое время людей очень сильно накрывает. Я помню себя, когда я начал соблюдать заповеди, прямо ты, вот, первые шаги ко Всевышнему, они дают ощущение, как будто бы перед тобой море расступается. То есть, вот тот, кто, это называется, тот, кто возвращается к Тшуве, к раскаянию, и он начинает соблюдать, то первые его действия, они очень значительные. То есть, он действительно делает такие поступки, которые очень тяжело сделать. Там мужчины делают обрезание, например, да, евреи, которые делают обрезание. Это огромный поступок. Потом ты начинаешь соблюдать шаббат. Это огромный поступок. Это такой шаг в сторону Всевышнего невероятный. И происходит какой эффект? Эффект происходит следующий. Когда ты делаешь какое-то значительное действие, то Всевышний также идет к тебе. Та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. И ты делаешь какое-то значительное такое-то, как Мессерут Нефеш, да, то есть, ты прямо преодолеваешь свою сущность, свои привычки, свои ограничения, и в этот момент Всевышний тебе отвечает. Ты начинаешь молиться, до этого ты никогда не молился, а тут ты начинаешь стабильно молиться, там, три раза в день. Я помню, я когда начинал, там, псалмы я читал Таилиму, учить Тору, все. И у тебя просто мир, появляется новый мир, в котором прямо свет Всевышнего. И некоторых он слепит. Что значит он слепит? Люди, которые начинают соблюдать, начинают, начинают с высокомерием и с пренебрежением относиться к тем людям, которые не соблюдают заповеди. Они говорят вообще, как вы можете так жить в мире, где есть Всевышний, а вы вообще? И они начинают просто ругаться с теми людьми, которые не соблюдают, по их мнению, заповеди. А их мнение в данный момент, оно очень-очень маленькое, потому что они реально Тору-то не знают. То есть, они чуть-чуть через главные какие-то заповеди коснулись вот этого Божественного Света, но реально они не понимают, где лежит граница между не сделал, да, и сделал, считается, что сделал. Вы знаете, есть в соблюдении заповедей, есть три разных стадии. Есть не сделал. Вот, например, есть заповедь читать Шма-Исраэль утром и вечером, да, есть заповедь не сделал. То есть, это когда ты просто не читал, не сделал, не выполнил заповедь. Есть, называется, выполнил заповедь Бедеевы. Бедеевы, это считается, что выполнил. То есть, ты в последний момент, когда уже заканчивается время чтения Шма, три часа от восхода солнца, нужно успеть прочитать Шма-Исраэль. Ты в последний момент вспомнил, что надо прочитать Шма и просказал так, та-та-та-та-та, сказал быстренько про, ну, просто чтобы считалось, что выполнил. Так и называется. Выполнил Бедеевы. То есть, считается, что, ну, уже как бы по факту сделал. Теперь есть способ выполнения заповеди Лихатхила. Изначально, как надо делать. Изначально, надо сказать Шма-Исраэль с благословениями перед Шма и с благословениями после Шма Исраэль. Нужно сказать в течение первых трех часов от восхода солнца и от выхода звезд до полуночи. Второй раз нужно сказать. Это называется Лихатхила. Изначально, то есть, так надо делать. И тот, кто выполняет заповеди Лихатхила, он молодец, красавчик, то есть, он делает по букве закона. Есть еще, получается, не выполнил. Выполнил, считается, что выполнил. Выполнил изначально. И четвертый вариант называется выполнил Лемиадрин. Лемиадрин, это значит, вот для тех, кто выполняет заповеди великолепно, для отличников, таких, которые хотят перфекционисты и отличники. Значит, в этом случае те, кто так выполняет заповеди, они читают Шма-Исраэль перед выходом первого луча солнца. То есть, они как раз этот момент, они не угадывают, это точно известен этот момент, когда ты заканчиваешь именно последние слова Шма-Исраэль молитвы с выходом первого луча солнца и с первым лучом ты начинаешь что? Молиться молитву Шма-Исраэль. И вот, если вы приедете в Иерусалим и пойдете на Котель, стеноплача, то как раз в это время, в это время там собираются те люди, которые выполняют заповеди Лемиадрин, великолепно выполняют, для которых это самое важное в жизни. И там собираются самые такие цадики, праведники из религиозных людей. И это очень такой момент интересный, когда они читают Шма-Исраэль, это такой идет гул, такой гул-гул-гул. И потом, когда выходит первый луч солнца и они начинают молиться молитву Шма-Исраэль, наступает полная тишина. И вот такая вот эта площадь перед стеной плача, и там молятся, ну, я когда-то молился часто, когда учился в Ешиве, я туда каждое утро старался приезжать, и где-то там было человек 200-250, но таких прям равинов, равинов, то есть вот прям люди сияют, садите такие, ну и такие, некоторые, как я, которые случайно забрели. Значит, это очень интересно, это называется Лемиадрин. Теперь тот, кто начинает соблюдать заповеди, он не знает всех этих тонков, гостей, ему вообще это все незнакомо, и он сразу надевает на себя самую большую шляпу, если он религиозный еврей, отпускает быстро там за пару месяцев такую бородку, пейсы, если у него вырастают, где-то можно за месяц за четыре отпустить, ну такие чуть-чуть уже похожие на пейсы концы вот тут вот волос, но при этом человек за четыре месяца выучить Тору не может в принципе, то есть у него нет за четыре месяца никакой возможности понять вообще, что происходит, и поэтому судить других людей, он просто не имеет права вообще, особенно в плохую сторону, потому что этим самым он полностью стирает все те заслуги, которые он получил, и наоборот себе создает ужасную ситуацию в психологическом плане, в отношении с людьми. Я помню несколько человек на моей памяти, которые начинали соблюдать и рушили себе жизнь именно вот этим своим резким отношением к тем людям, которые вокруг них не соблюдали, они начинали прям конфликтовать, скандалить уже с соблюдающими, обвиняли их, я помню, один был такой парень, который вот он начал соблюдать, и он всех обвинял, всех вообще, все вокруг были недостаточно религиозные, недостаточно кошерные, недостаточно скромные, недостаточно там, все недостаточно, и он это говорил и в лицо, и за глаза, и это было, конечно, у него очень можно назвать это черная полоса, потому что, как мы знаем, тот, кто говорит злоязычие на другого, нарушает 17 запретов Торы, представляете? И царь Соломон говорил нам в Экклезиасте, в Каэлите, он нам говорил так, альтиеца дикарбе, не будь слишком праведником, лама тишамэм, зачем тебе быть одному, то есть, когда ты становишься слишком праведником, то ты видишь, вокруг людей, начинаешь их видеть, как грешников, и особенно, если ты им начинаешь об этом говорить, то ты остаешься один, все. Значит, вот, мы изучили сейчас шестой пункт, что, когда ты видишь, что кто-то нарушает заповеди, нужно судить о нем с хорошей стороны, нельзя никому об этом рассказывать, и, если ты хочешь выяснить его точку зрения, и как-то позитивно на него повлиять, то ты, в принципе, можешь с ним поговорить, единственное, очень мягко, вдруг он не знает, вдруг он не, как-то не понимает того, что он делает. Равицкек-Зильберзи, хроноцедик левраха, он в такие моменты, он говорил с человеком, а давай-ка посмотрим, что написано в шелхонорухе, и он мог это не ему даже рассказывать, а мог кому-то рядом рассказывать, чтобы тот услышал, и человек мог понять, о, а я же в этом месте нарушил, я же в этом месте не так правильно поступал. Хорошо, теперь мы переходим к другой книге, это следующая книга Хафицхайма, которая называется «Краткая книга заповедей», и мы дошли до четвертой заповеди, четвертая заповедь, которая говорит, что Бога надо бояться. Бога надо бояться, значит, я уже быстро, мы проходили это, но сейчас я хочу чуть-чуть глубже коснуться. Значит, давайте еще раз. Первая заповедь, которая есть, мы из нее изучили, первая, это Леамин верит, что есть Бог, что есть Бог, создатель мироздания, который за мирозданием следит. Вторая заповедь, это верить в Его единство, что Он один, един, и весь этот мир, это разные проявления Его, но нет кроме Него Энот Меливадо, нет никого кроме Него, нет никаких у Него партнеров, нет никаких у Него второй силы и так далее, то есть все, что есть, это Его проявление, Творца, Создателя мироздания, все ангелы, все силы, вот эти и так далее, все это Его проявления, и человек не может служить никакой силе, кроме как Всевышнему, и Он должен знать, что Всевышний один, един и есть только Он, это вторая заповедь. Третья заповедь, это любить Его, то есть любить Его, это любовь, это соединяться с Ним, любить Его, то есть как мы можем любить Его, через изучение Его проявлений в этом мире, и восхищение Его проявлений в этом мире. Четвертая заповедь, бояться Его, написано в книге Дворим, это пятая книга Торы, значит, пятая книга Торы, это Шем Элокеха Тираа, значит, Бога Всесильного Твоего, бойся, значит, Бог сам сказал, чтобы каждый из нас боялся Бога, значит, зачем Богу нужно, то есть, только что Он сказал, Ваавта, это Шем Элокеха, возлюби Господа Бога Твоего, всем сердцем Твоим, всей душой Твоей, всеми силами Твоими, и тут же Он говорит, Бога бойся, значит, говорит нам Хавицкая, как Его бояться, бояться Его очень просто, так же, как Его любить, нужно изучать Его дела, Его проявления, и когда приходит момент, когда у человека есть выбор, сделать преступление или не сделать преступление, так вот преступление его, скорее всего, остановит нелюбовь к Богу, потому что все равно у человека есть любовь к себе больше, чем любовь к Богу, и человек себя любит и свои желания Он любит больше, чем Бога. Но, возможно, человека в этот момент остановит от преступления страх перед Богом. И этим самым Бог нам дал огромную пользу, огромную силу, огромный рычаг, чтобы мы не попадали в плохие ситуации. Получается, что, вот, например, родители любят своих детей. И вот маленький ребенок, он не знает еще, что можно, что нельзя, что правильно, что неправильно. И он, значит, лезет, вот ему интересно, что в розетке. И он хочет все время пальчить и в розетку засунуть, да? Теперь родитель любящий, он говорит ребенку, любимый ребенок, не надо пальчик в розетку. Дорогой ты мой хороший, красивый, не надо пальчик в розетку. Ребенок на него смотрит и лезет пальцами в розетку. Родитель любящий ему говорит, любимый мой ребенок, ну нельзя лезть пальцами в розетку. Ребенок на него смотрит, ему интересно, то есть для него понятное дело, что приятно, когда тебя родители любят, но ему интересно, а что там в розетке-то, то есть он же не знает, что в розетке не просто больно, умереть можно, он не знает, родитель ему говорит, ты знаешь, в розетку нельзя, это как варенье, которое вкусное, но если его много есть, то будет там ожирение и сахарный диабет. А ребенок говорит, я не понимаю, варенье вкусное? Вкусное. Розетка интересная? Интересная. Значит, и тогда, что делает любящий родитель? Любящий родитель ему говорит, вот я помню, что я делал, я вот так вот руку к розетке приносил и бил себя по руке, чтобы ему было, он видит и кричал, что это так больно вообще, я говорю сейчас про маленьких детей. Маленький ребенок, он пугался, я его даже не бил, то есть я бил себя по руке и делал вид, что мне страшно больно, потому что я дотронулся до розетки. В этот момент у ребенка, у него появлялся страх, что там больно, то есть он это осознавал, понимал, а так как в человека вшито, вшито в человека вот это вот внутреннее желание, инстинкт самосохранения, не попадать в места, где больно, то ребенок в этот момент остерегался розетки. Вот точно так же работает вот этот вот заповедь «Бойся Бога», потому что когда человек, он хочет нарушить какую-то заповедь, то его внутри, его вот этот вот, когда были первые люди, то женщина, помните, она смотрела на этот плод, и он был вожделенный, то есть он был красивый, приятный для глаз. И обычно, когда человек хочет нарушить заповедь Всевышнего Бога, например, «Не кради», да, он смотрит и он думает, ну какая вещь хорошая, ну а тому, кому она принадлежит, она совсем не нужна. И что будет плохого? И Бог меня так любит, и он мне дал возможность забрать эту вещь, и так далее. И в этот момент, если он не понимает, если он не видел, что за кражу садят в тюрьму, за кражу есть очень много последствий негативных, то он тогда может себя обмануть и сказать, да, ничего страшного, ничего страшного не будет, если я возьму. Но если он понимает, что Бога, то есть есть последствия плохих действий, есть последствия заповеди, последствия позитивные, а верот преступления, да, последствия негативные, если он боится негативных последствий, то вот это ощущение страха, оно его остановит в момент, когда он захочет согрешить, сделать что-то плохое, то страх перед Богом его остановит, поэтому Бог нам дал очень мощный, полезный инструмент, и даже дал за него награду, потому что это заповедь, повелевающая от Бога, бояться Бога Всесильного. И когда ты изучаешь и смотришь, как преступники, они страдают, вы знаете, сколько людей сидит в тюрьме, например, в России, да? В России сидит миллион человек, вы мерите два с половиной миллиона человек, и вы можете посмотреть, как они там ужасно сидят, какие там эти банды в тюрьмах и так далее. И когда человек понимает какой-то страх, то, возможно, его это остановит от преступления. Но все, кто там сидят, они не боялись, они думали, что все у них будет хорошо, все будет нормально, и они не боялись. Но если бы они изучали и понимали, что практически большая часть преступления раскрывается, и что вероятно, что их поймают и посадят намного больше, чем нет, то они, возможно, испугались бы, и это бы их остановило от преступления. То есть страх преступления, он останавливает человека, поэтому Бог нам сказал бояться. Эту заповедь обязаны соблюдать всегда и постоянно, как мужчины, так и женщины. И сегодня коротенький рассказ про Раваицка Казильбера на сайте, заходите потом на сайт, каждый урок есть на сайте. И, значит, там есть вот эти вот рассказы, я не успеваю часто их рассказать, но прочитать вы их можете. Вот сегодня коротенький рассказ, я расскажу. Значит, один из учеников Рава Искака Казильбера, Иуда Аврех его зовут, это мой близкий друг, он живет в Русалиме тоже, он один из основателей Талдоти Шурун организации, он рассказывал, что как-то он спросил у Рава Искака, можно ли использовать тем, кто учит Тору, тем, кто полностью посвятил себя Торе, можно ли использовать русские народные пословицы и поговорки. Что ему ответил Рав? Рав Зильбер ответил, смотря какие, он говорит. Например, с волками жить по волчьи выть, этой пословице оправдывали себя евреи Германии, и эта пословица абсолютно неправильная. То есть, если ты живешь с волками, ты волком не должен становиться, это тебя абсолютно не оправдывает, что вокруг волки. Если вокруг все воруют, и ты сделал преступление, украл, то ты отвечаешь за свое преступление. Теперь дальше. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Эта пословица, в принципе, правильная, сказал Равыцкак. То есть, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Но из этого правила бывают исключения. То есть, чаще всего по другу можно определить, кто ты, но бывают исключения. Теперь. А вот пословица, с кем поведешься, от того и наберешься, это правильная пословица, она правильная всегда. Поэтому мы должны очень сильно остерегаться плохих людей, плохих мыслей, плохой информации. Злословие, злоязычие, то есть, все СМИ, средства массовой информации, они построены на этом, на обмане, на манипуляциях, и на злословии, и на сплетнях. Поэтому нужно этого всего остерегаться, и стараться больше общаться с хорошими, добрыми людьми. Все, всем хорошего дня, удачи, успехов, и чтобы было божественное благословение, добро, свет, любовь, и бойтесь Всевышнего, потому что с Богом лучше не шутить. Это хозяин мира, если он сказал, что нельзя что-то делать, то это делать нельзя. То есть, отдача всегда будет. Раньше, позже, Бог добрый, он иногда ждет, и грешника сразу не наказывает, но надо всегда знать, грех приводит к наказанию. Даже не к наказанию, к последствиям. Все, всем удачи, успехов, всего хорошего.